Здравствуйте, уважаемые клиенты и партнеры компании Amarkets. По традиции для вас сделаю обзор различных инструментов. И прежде чем я начну, хочется ответить некоторым комментариям, которые пишут очень часто в подобной рубрике «Открытый микрофон», дескать, зачем выпускаются подобные материалы и так далее. Я, конечно, не уполномочен говорить от лица компании, и мне очень печально, что компания немного это не комментирует, но немножечко я думаю, что компания со мной согласится. Нужно относиться к трейдингу в первую очередь как к бизнесу. Предположим, вы хотите открыть ларек по продаже, например, чубуреков. Вы прикидываете, сколько денег вы отдадите поставщику, сколько денег у вас будет стоить в целом определенная продукция, сколько вы потратите на аренду, на реализаторов и так далее, и так далее, и так далее. Для чего все это делается? Для того, чтобы понять, выгодно вам это или не выгодно, стоит этим заниматься или не стоит. Здесь то же самое. Трейдинг – это точно такой же бизнес. Любой трейдер, который открывает сделку по тому или иному активу, в первую очередь он всегда анализирует данный инструмент, для того, чтобы понять, выгодно ему здесь заходить или не выгодно, стоит ли овчинка выделки, стоит ли эта игра в целом свеч, или стоит пропустить данную сделку, открыть другой инструмент и посмотреть. Очень прекрасно, что компания Амаркетс дает такую площадку, где много трейдеров могут общаться через вот такие видеообзоры и говорить о рынке, в первую очередь, говорить о сделках, говорить о рынке. И вы на любой инструмент можете посмотреть более-менее с разных сторон. Вы можете посмотреть с точки зрения фрактального анализа, это, допустим, Котин. Вы можете посмотреть с точки зрения фундаментального анализа, это, например, Диэйф. Вы можете посмотреть с точки зрения, допустим, объемного анализа. Я могу, например, этот анализ сделать. То есть вы на один и тот же инструмент смотрите с разных сторон. И это прекрасно, что такое вообще в принципе существует. Есть такой формат. Чтобы вы понимали, компания Амаркетс не платит своим партнерам за производство подобного материала. Более того, просмотры здесь не такие большие для того, чтобы тут хайпить, например, на имени компании Амаркетс, несмотря на то, что эта компания очень хорошая. Все это сделается только для одного, чтобы, во-первых, получить такую площадку, во-вторых, выразить уважение данной компании, поскольку она действительно очень хорошо относится к своим партнерам. Ну что ж, мы немножко отдалились от темы, давайте будем переходить к самому главному, к анализу непосредственно данных инструментов. Начнем мы, наверное, с цифрового золота, потом перейдем к реальному золоту и посмотрим, что вообще, в принципе, здесь происходит. На данный момент биткоин продолжает свое движение вниз, и он продолжает такое достаточно трендовое медвежье движение. Но обратите внимание, что сейчас изменилось. Ну, во-первых, прекрасно отбиваются те уровни, которые мы обозначили несколько обзоров ранее. Также мы подошли к уровню 50%, вот этот уровень 50%, и его мастерски, собственно говоря, прошили. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что в рынке очень сильно доминируют медведи по данному инструменту, и что, в принципе, рынок может двигаться и дальше. Если в ближайшие несколько дней, примерно где-то до вторника, до среды, мы пробьем уровень 84-54, то вполне можем двинуться и ниже, к уровню 81-15. Это такая ключевая область, это середина вот этого непосредственного флета. Вполне вероятно, что мы в целом можем и отскочить, но для этого нам необходимо иметь некую остановку, некое флетовое замедление, которое, в принципе, может как раз таки сейчас и происходить, и может произойти в неком диапазоне между 84-54 и 81-15. То есть я веду к тому, что если вы увидите замедление по данному инструменту, уход в некий флетовый коридор, то, в принципе, можно рассматривать здесь такие покупки до уровня 9000, и я думаю, что до уровня 9000 мы вполне можем дойти, учитывая волатильность данного инструмента. Пока что говорить о покупках я бы лично не стал. Говорить о серьезных покупках слишком, на мой взгляд, рано. Для этого должно быть некое флетовое докопление. Пока зарабатываем от шарта и движемся в сторону 81-15. Перейдем к нашему реальному золоту. Здесь, как вы видите, я обозначил некий флетовый коридор, в котором мы сейчас оказались. Последние несколько-три дня мы зашли в эту флетовую область, и вполне вероятно, что мы и будем торговаться в этой флетовой области. Что меня здесь смутило, так это 4-часовой таймфрейм. Если мы обратим внимание, у нас объемы обычаи потихонечку-потихонечку стали снижаться на фоне того, как рынок потихоньку-потихоньку вырастал. О чем это говорит? Это классическая дивергенция на объемах, которая указывает на последующий разворот по данному инструменту. И здесь я вам коротко напомню, о чем мы говорили несколько обзоров тому назад. Мы сейчас находимся в такой флетовой области, и мы эту флетовую область пробили. И двинулись к этой границе этого флетовой области. Если помните несколько обзоров назад, я говорил, что когда мы подойдем к этой границе, накопим здесь, может быть, какой-то объем выстрелить, еще что-нибудь, то мы вполне вероятно можем двинуться вниз. Что здесь, по большому счету, и происходит на данный момент времени. Именно по этой причине здесь в приоритете даже больше, знаете, такие агрессивные в какой-то мере продажи. Но здесь вот есть некоторая развилка. Хотите торговать консервативно, торгуйте сейчас в рамках вот этого флетового коридора между уровнями 14.74 и 14.60. Торгуйте в рамках вот этого флетового коридора. Ну, здесь, в общем, классика жанра. Покупаете от нижней границы, продаете от верхней границы. Если хотите более-менее такой агрессивной продажи, можете продать на данный момент прямо сейчас до уровня 14.45 и уровня 14.32. Хотите более-менее консервативной продажи, ждите пробоя 14.60, отката к этому уровню и, собственно говоря, продавайте данный инструмент достаточно смело. Поскольку, опять-таки, в рынке сейчас потихонечку быки ослабели. Но здесь нужно иметь в виду, что у нас медведи пока еще не взяли преимущество. У нас, конечно, медвежий объем потихонечку, потихонечку увеличивается. Но нельзя сказать, что сейчас медведи достаточно сильные в рынке. Вот я, собственно говоря, к чему это говорю. К тому, что сейчас, если вы собираетесь торговать агрессивно данный инструмент по агрессивной методике, имейте в виду, что вам необходимо снижать объем, поскольку вероятность вот именно резкого падения вниз, она хоть и присутствует, но она небольшая. Все-таки я бы постарался подождать пробоя 14.60, отката к ней и уже тогда планировать продажи. О покупках, на мой взгляд, говорить еще слишком рано. Покупки будут только при пробои 14.74, флетовой такой проторговочки. Ну, в общем, покупок пока здесь я лично не вижу. Перейдем к VTI. VTI на данный момент находится по-прежнему в этом флетовом коридоре. Если мы обратим внимание, рынок потихонечку-потихонечку стал вырастать. Хотя как потихонечку, это я лукавлю. Рынок очень сильно резко вырос. Все это произошло на резких повышенных объемах. Я вам напомню, что у VTI есть такая штука, когда данный инструмент выстреливает в одну из сторон с повышенным объемом. Как правило, после этого происходит остановка движения, какая-то флетовая затормозка и последующий разворот. Это произошло, например, вот здесь. Остановка движения, небольшой рост и последующий разворот. Это произошло также вот здесь. То есть любое такое резкое движение с повышенным объемом, повышенный объем здесь имеет ключевое значение, у нас, как правило, сопровождается последующим разворотом. Коротко напомню, что сверху у нас находится продавец. На данный момент его явно не выкупили. На данный момент он по-прежнему остается в рынке. Здесь необходимо учитывать такой момент. Если хотите заработать от покупки, ждите пробоя уровня где-то 58.40. То есть вот этой области 58.40, 58.50, 58.30. То есть вот этого некого диапазона, здесь он такой, знаете, подвешенный в воздухе. Ждите движения туда, отката к этой области, то есть отката в обратную сторону. И уже покупайте смело данный инструмент до уровня 59.67, либо 60. В принципе, я думаю, мы здесь дойдем. Но все-таки я сторонник того, что рынок вернется в нашу флетовую область и продолжит торговаться в этой флетовой области. Что меня дальше здесь еще немножечко смущает, это то, что каждый последующий минимум потихонечку поджимается в обратную сторону. То есть как будто бы рынок толкают наверх. Толкают, толкают, толкают. И, конечно же, все это вылится в дальнейшие лонги. Говорить о продажах я бы здесь не стал на самом деле. То есть продаж здесь лично я не вижу. Такие вот долгосрочные продажи возможны, конечно, только если мы пробьем уровень 56.60, проторгуемся. Тогда возможны здесь продажи. Все-таки я стороняюсь в сторону лонга на данный момент. Но здесь нужно иметь в виду, что у нас здесь находится продавец. Итак, вот есть два ключевых сценария. Это уход в некую флетовую область и торговля в некой флетом коридоре. Классика жанра. Продаем от верхней границы 57.60, покупаем от 56.75. Если мы рассматриваем такие покупки, ждем некого пробоя данной области. Пробоя 58.30, 58.20, 58.40. То есть вот некий вот такой достаточно широкий диапазон. Ждем отката от этой области и покупаем данный инструмент до уровня 60. Перейдем к евро-доллару. По евро-доллару здесь, собственно говоря, классика жанра. Рынок стал валиться вниз. Достаточно хорошо отработал наш анализ, отработали наши уровни. Но здесь нужно иметь в виду, что несмотря на то, что рынок двигался вниз, достаточно агрессивно двигался вниз, то есть потихонечку у нас снижаются объемы. Примерно то же самое, что у нас происходит сейчас на золоте. То есть объемы снижаются, но при этом цена на это не реагирует. Все это, безусловно, указывает о неком развороте, который у нас здесь и произошел. То есть вы здесь даже можете посмотреть, как это все работает. Объемы потихонечку снижались. У нас было некоторое движение вниз, но после этого некий разворот, некий рост. Перейдем на часовой график, посмотрим, что у нас на часовике. На часовике мы пробили последний максимум, и здесь мы пробили последний максимум. Это хороший показатель. Именно по этой причине здесь я буду ожидать примерного движения в область где-то 1.30.340, 1.30.370. То есть вот этот ники, это некая вторая область. Она такая достаточно локальная. И если рынок здесь немножечко придержит, как могут придержать данный рынок? Давайте я нарисую вам это достаточно схематично. То есть рынок пойдет вниз, и здесь у нас появятся шпильки, появится замедление, некая флетовая расторговочка такая небольшая. То есть флетовое замедление. Возможно, будут появляться какие-то паттерны в виде каких-нибудь чашек с ручками и так далее. Главное, чтобы здесь у нас был повышенный объем, который бы указывал на то, что рынок не пойдет вниз. И желательно появление вот таких вот, собственно говоря, хвостов. Если все это произойдет на нашей ключевой области, тогда мы сможем смело купить данный инструмент. И наши последующие цели, это примерно где-то уровень 1.10.648 и 1.10.775. То есть произойдет вот некое такое движение. Но имейте в виду, что рынок сейчас очень сильно задрот вверх. Более того, все это просопровождалось достаточно повышенными объемами. Поэтому, если данную область мы не удержим и рынок начнет двигаться вниз, пробьет данную область, пробьет уровень 1.10.201, то есть делает вот такой момент, то мы можем в принципе ждать здесь некого такого достаточно интересного флетового коридора, от которого мы можем в принципе точно так же зарабатывать. Перейдем к следующему инструменту. Это, конечно же, у нас иена. Если помните, я здесь выставлял определенный трендовый канал и говорил, что я в трендовые каналы не верю, но все-таки его поставлю. И он неплохо отработал и сейчас. И здесь происходит то же самое, что и происходило у нас на евро-долларе. Рынок очень сильно задрот. У нас опять выстреливают определенные бычьи объемы. Но обратим внимание, как у нас объемы бычьи потихонечку-потихонечку увеличиваются. Более того, мы видим, что если мы посмотрим на оборотную сторону, медвежьи объемы у нас наоборот снижаются. Все это свидетельствует о том, что в рынке достаточно сильные быки, которые, безусловно, создали определенную... Но если мы перейдем на четырехчасовой график, мы увидим, что у нас нет здесь таких вот слабых медведей. Все равно медведи здесь присутствуют. Поэтому здесь есть вероятность ухода в некий флетовый коридор, в флетовый канал с последующим уже дальнейшим движением наверх. Что меня здесь в целом смущает у данного инструмента? Если мы посмотрим в целом на картину, на всеобщую картину, у нас здесь потихонечку снижаются объемы. То есть это видно невооруженным глазом, как у нас эти объемы потихоньку-потихоньку снижаются. Как бы мы не ушли вот в некий вот такой флетовый коридор, дамы и господа, это было бы очень-очень плохо, если бы мы в него ушли. Поскольку в таком флете на иене достаточно сложно работать, сложно зарабатывать. Но пока что оно происходит вот так. Здесь есть несколько таких вот глобальных прогнозов. Ждем, собственно говоря, движение к уровню 108-602 и покупаем данный инструмент, пока находимся на минимальных точках. Здесь область 109-148 и 109-420. Они достаточно хорошие для того, чтобы здесь в последующем выйти. Возможно, даже уже искать шорты. Но здесь уже поживем и увидим. Я думаю, что на следующем обзоре будет более-менее ясная картина. Но на данный момент нам необходимо дождаться некого отката. Нужно, еще раз обращу ваше внимание, что рынок очень сильно задрад. Безусловно, хоть это иена, ей не свойственно, знаете, куда-то двигаться безоткатно, точно так же, как и биткоину. Тем не менее, постарайтесь дождаться хоть небольшого отката в нашей области ключевые, которые я обозначивал до того, как. И тогда смело можете покупать данный инструмент. Перейдем к следующему инструменту. Это, нет, давайте ESP чуть-чуть попозже. Давайте перейдем теперь к фунту. Мне говорили, вот у нас есть бычий прострел на фунте. Мои ученики говорили, у нас есть бычий прострел на фунте 10 числа. Я сейчас насмотрел и так и не понял, а где здесь, собственно говоря, взлет по фунту. Обычные классические движения, которые происходят на фунте, примерно, знаете, с завидной, можно сказать, какой-то регулярностью. Мы по-прежнему находимся в рамках вот такого большого флетового канала, флетового коридора. Ничего не меняется по нашему обзору. Покупаем от нижней границы, продаем от верхней границы, используем середину как добавочную. В общем-то, здесь и все. Давайте я еще также добавлю здесь определенные уровни, для того, чтобы можно было хоть на что-то ориентироваться. Вот здесь я добавил уровень 1.29.666. Это такой уровень, который, в принципе, довольно неплохо будет работать в последующем. И, в принципе, мы можем дождаться движения вниз откатного, подождать некого перевеса в сторону, собственно говоря, быков на объемах. Что я имею в виду? Чтобы у нас бычий объем доминировал. На данный момент сейчас у нас есть некое, знаете, равенство со стороны быков и со стороны медведей. То есть у нас и бычий, и медвежий объем, они примерно равные, примерно одинаковые. Нужно подождать, пока у нас будет вот такая картина. То есть, чтобы у нас в рынке было больше бычьего объема и меньше медвежьего объема. Тогда это все будет указывать на то, что мы будем и дальше двигаться вниз. Ну, то есть, в любом случае, подождем небольшого отката, купим данный инструмент до уровня 1.29.666. Продажи здесь присутствуют, поскольку мы находимся в таком глобальном-глобальном флете. Поэтому, если мы пробьем уровень 1.28.850, немножечко откатим к нему, можем продать до уровня 1.27.997. Переходим к SP500. SP500 по-прежнему находится на максимальных точках. Если помните, несколько обзоров назад я говорил, что один там тип взял в доверительное управление и выставил свои отложки от уровня 3.000 на продажу. Я думаю, что он уже слился. Что он уже слил, собственно говоря, своего инвестора. Ждем точно так же, как, если помните, в прошлый обзор я говорил, что исторические максимумы, поэтому ждем небольшого отката и покупаем. Здесь примерно точно так же. Не имеет смысла выставлять какие-то уровни. Ждите небольшого отката в обратную сторону и можете смело купить данный инструмент. Ну, вот как-то вот так. Америка, конечно, растет как на дорожках, поскольку у них есть такая экономическая ситуация. И самое главное, у них есть печатный станок, который можно включать. Рано или поздно, конечно, халява это закончится. По традиции, также отвечу на некоторые вопросы. Карина пишет. Странную тенденцию показывает биткоин. Туда-сюда очень много ликвидности собирает во флете. Потом импульс в разные стороны. Считаю, что данный актив лучше не торговать. Спасибо за анализ, Артем. Дело в том, что да, это действительно так. У нас биткоин так и делает. Я вам могу сказать, что это не какая-то магия или еще что-то в этом духе. Евро-доллар в свое время делал точно так же. То есть, 8 лет назад, 9 лет назад Евробакс торговался точно так же. Конечно же, там не было вот таких резких волатильных движений на 3000 долларов. Это что-то невероятное. Но если смотреть с точки зрения пунктов, например, Евробакс торговался точно так же. Да, он и сейчас, в принципе, точно так же торгуется. И классическая, собственно говоря, картина – это некий флетовый такой канал, а потом резко вот такие вот выносы. В одну, в другую сторону. Здесь флетовый канал и опять в обратную сторону. Это классика жанра. Это происходит на всех таких достаточно волатильных рынках. Джейси пишет, биток не просто остановился, а сделал серьезный такой откат до 8,800, 5,5, 3,5, 3,5. Вообще непредсказуемая валюта. Двигают ее, как мне кажется, только акулы, которые по 100 к биткоинов на кошельке. Дело в том, что мой партнер, он выгрузил, собственно говоря, распределение участников торгов. И что он сделал? Есть такое понятие, как лента, то есть место, где видно, как исполняются сделки. Так вот, я вам могу сказать, что эти акулы, у которых 100 биткоинов на кошельках, они точно так же, как и все, теряют бабки. В общем и в целом, ну как-то так это происходит. Достаточно волатильный инструмент, связан этот только с повышенным интересом. Когда-то этот интерес уйдет, и мы будем иметь точно такой же инструмент. Но сейчас уже, знаете, нет такой волатильности, как она была, например, 2 года тому назад. Спасибо, Артем. Значит, SP500 вниз в скором времени рванет или может по флотить еще? Если да, то сколько он может быть во флете? Как думаете? И круто, что на вопросы видео ответили. Так, лучший респект. Дело в том, что я не думаю, что SP500 у нас рванет очень сильно вниз. Я имел в виду, что глобально он может вниз рвануть, поскольку, ну вот такая халява, она может продолжаться, она не будет продолжаться вечно, понимаете? Ну, посмотрите, это именуется в любом, собственно говоря, трейдинге, как биржевой пузырь. То есть, в любой экономике это называется биржевой пузырь. Рано или поздно это рухнет. Но в чем заключается проблема? Проблема заключается в биржевом пузыре в том, что, к сожалению, мы никогда не знаем, когда сие произойдет. То есть, мы знаем, что это будет, но когда, вот именно начальная точка, она никогда неизвестна. Если бы было так все просто, знаете, мы бы тут не занимались бы подобным, просто бы подождали, как пузырь лопнет, и продавали бы фьючерсы. Здесь примерно то же самое. Вообще, в целом, я сторонник того, что вот эта вот великая депрессия, которой всех всегда пугали, она обязательно будет. Она обязательно будет, вполне вероятно, даже при моей жизни. Но очень бы ее не хотелось, поскольку практика 2008 года, она показывает, что если беда у Америки, да, у злобных пиндосов, то у нас будет прям совсем-совсем. Сами понимаете, что не буду выражаться. Спасибо за разъяснение со стопами. Интересный шутник, Вартем. Спасибо за обзоры. А пишите, что вам еще объяснить. Если есть у вас какие-то вопросы, я обязательно отвечу на них. Удачи вам. Зарабатывайте. Продолжение следует...